Всем привет! Сегодня мне бы хотелось записать для вас видео, давно запрашиваемое вами. И я, честно говоря, давно уже собиралась его записать, но у меня не получалось. Данное видео откладывалось, откладывалось и откладывалось. И вот сейчас, наконец-то, я таки собралась силами и с удовольствием записываю для вас видео про мои любимые маски для лица. Начинаем! Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересного. Первая маска, о которой сегодня хотелось бы рассказать, это маска моя любимая, причем моя любимая уже на протяжении очень длительного времени. Это вот такая вот Sebum Clearing Mask от марки Dermalogica. Это маска из линейки MediBag, то есть из линейки, созданная специально для комбинированной жирной кожи и кожи, склонной к различным высыпаниям, то есть как NEM. Соответственно, данная маска, она на основе глины, она прекрасно подсушивает любые высыпания. Ее можно наносить как на все лицо, так и локально, непосредственно на сами прыщички, то есть на саму зону высыпаний. Честно говоря, раньше, когда я была помоложе, моя кожа была менее сухой, соответственно, более жирной. Я данную маску достаточно часто использовала на все лицо и была, честно говоря, вполне-вполне довольна результатом, потому что она как раз помогала мне бороться с излишней жирностью моей кожи, контролировала выработку Sebum, которая у меня была достаточно активная. И, в принципе, это был один из тех продуктов, незаменимых в моем уходе для лица. И я раз в неделю подобную маску точно делала и делала ее непосредственно на все лицо. В последнее время я взрослею, я становлюсь старше, как и все мы, и моя кожа постепенно и с жирной. Она, конечно, остается жирной, она даже, там, на данный момент я могу сказать, что она не совсем жирная, она, наверное, уже больше комбинированная. В последнее время я все чаще задумываюсь о том, что мою кожу надо тщательно увлажнять, и поэтому данную маску я, как правило, наношу локально, на какие-нибудь отдельные зоны. Если я понимаю, что у меня, допустим, перед женскими днями появились какие-то высыпания в зоне лба или в зоне подбородка, соответственно, я на все остальное лицо наношу маску увлажняющую, а вот на ту зону, в которой у меня появились высыпания, я наношу вот эту вот маску с глиной подсушивающую. И такой вот у меня получается личный опыт мультимаскинга. Собственно, что такое мультимаскинг, рассказываю для тех, кто не знает. Это нанесение на кожу маски, но не как раньше одной маски на все лицо, а мы начинаем более предметно подходить проблемам и запросам нашего лица, и мы наносим на каждую зону нашего лица маску, соответствующую потребностям данной зоны. Так как, как правило, даже у обладателей комбинированной кожи комбинированной является зона лба, Т-зона, соответственно, а зона щек, как правило, является нормальной. И наносить какие-то продукты, себорегулирующие на зону щек, допустим, и на зону шеи, не совсем корректно. Правильнее наносить себорегулирующую маску как раз на ту зону, где у вас комбинированная кожа, то есть на зону лба и на зону носа и на зону подбородка, а на зону щек и на зону шеи наносить уже увлажняющую маску, так как в этих зонах ваша кожа нормальная и, возможно, даже склонная к сухости. Вот в последнее время я все чаще использую именно в своем уходе за кожей лица принцип мультимаскинга, он мне очень нравится, и могу честно сказать, что, на мой взгляд, он значительно более эффективный, чем просто нанесение маски на все лицо без зонального подхода и без анализа потребностей вашей кожи. Итак, еще немножечко об этой маске от марки Dermalogica, она в объеме 75 мл, данной тубы, ну, лично мне хватает достаточно надолго, потому что, как я уже сказала, данную маску на все лицо я не наношу. Сейчас я наношу ее непосредственно на те зоны, в которых у меня появились высыпания, либо в которых у меня широкие поры. Я оставляю данную маску минут на 10 и потом аккуратно смываю ее тепленькой водичкой. Кожу данная маска не раздражает, она великолепно подсушивает, она убирает излишки себума, она стягивает поры и она достаточно неплохо борется с высыпаниями. Опять же, маской этой пользуюсь давно, регулярно к ней возвращаюсь и вот, на мой взгляд, из таких вот себорегулирующих масок для жирной кожи, это одна из лучших масок на рынке сейчас. Следующая маска, о которой бы мне хотелось рассказать, это новинка в моем уходе из-за кожи лица, это новинка, которую я привезла из Америки, это бестселлер от марки REN, это Glycol Lactic Radiance Renewal Mask. Вот так вот выглядит баночка. Это действительно один из лучших продуктов от марки REN. Это гликолевая маска с гликолевой кислотой. Это маска, которая относится к категории эксфолирующих масок, то есть благодаря кислотам, входящим в его состав, она прекрасно растворяет верхний слой омертвевших клеточек, она прекрасно борется с загрязнениями в ваших порах и закупоренными порами, она прекрасно обновляет вашу кожу, заряжает ее энергией. Собственно, вот убрав вот тот вот не очень уже нужный вашей коже слой омертвевших старых клеточек, она освобождает клеточки молодые, упругие, светящиеся здоровьем, и ваша кожа начинает выглядеть значительно лучше, становится более эластичной, выглядит моложе и является моложе. В принципе, регулярное применение данной маски является одним из залогов в принципе молодой и здоровой кожи на протяжении всей вашей жизни. Данная маска наносится на 10 минут, также, ну в принципе, большинство масок, честно говоря, наносится на кожу на 10-15 минут в среднем, если мы не говорим про экспресс-маски, которая наносится на 1-2 минутки. Так вот, данная маска наносится на все лицо, как правило, я ее использую именно на все лицо, оставляется на 10 минут и потом аккуратно, без особого трения смывается тепленькой водичкой. При привычном особенно нанесении маски возможно небольшое пощипывание вашей кожи, особенно если ваша кожа не привыкла к различным кислотам. Также обязательно, если вы начинаете использовать маски с кислотами, как я уже говорила, мы не забываем использовать потом SPF. То есть, как только в вашем уходе за кожей лица появляются кислоты, вашим must-have в дневном уходе за кожей лица становится SPF с фактором защиты не меньше 30, а, честно говоря, в летнее время лучше 40-50. Это такой вот оптимальный фактор для того, чтобы вы не беспокоились, для того, чтобы преждевременная пигментация ни в коем случае не омрачала ваши активные будни, и для того, чтобы вы продолжали радоваться солнышку, лету, спокойно, не боясь за то, что на вашей коже могут появиться какие-то первые признаки фотостарения. Еще одна маска, о которой бы хотелось рассказать. Это также эксплиирующая маска, и эта маска называется Skin Smoothing Polish от марки Murad. Это тоже американская марка. Я ее люблю давно. Но подобную маску я попробовала впервые. Ну, это не совсем маска. Это, в принципе, можно назвать и как некое лечение, либо как некий скраб, который, с одной стороны, содержит в составе кислоты, и, с другой стороны, содержит мелкие-мелкие абразивные частички, которые при мягком массаже замечательно удаляют омертвевшие клеточки, которые также откупоривают поры. После использования данной маски, ваша кожа становится гладкой, мягкой, и вот она очень неплохо работает. Если у вас в каких-то зонах вдруг появилось небольшое шелушение, и вот кожица так вот начинает скатываться, и она, собственно, мешает нормальному нанесению макияжа и нормальному нанесению кремов, то вот использование подобной масочки очень-очень вам поможет. Не могу сказать, что использую ее как-то вот очень-очень регулярно, потому что на данный момент для экспаляции я использую вот эту вот масочку от Рен, про которую я вам уже рассказывала, а вот эту вот от Мурат использую ее периодически на тех зонах, на которых у меня появилось шелушение, либо на зоне декольте, на зоне шеи. Мне тоже очень-очень нравится данную масочку использовать. Меня в ней немножечко смущают абразивные частички, потому что я, честно говоря, для своей жирной комбинированной кожи абразивные частички не очень люблю, потому что мне кажется, что вот при таком вот механическом, что называется, трении, кожа еще сильнее раздражается, и конкретно моя жирная начинает жирниться еще больше. Поэтому я подобные средства стараюсь использовать очень-очень аккуратно, и точно не часто, не чаще одного раза в 10 дней. Данная маска у нас объемом 100 мл, она из линейки Pore4. Она как раз в первую очередь предназначена на очищение пор, на выравнивание рельефа лица и на очищение пор. Вот если у вас в Т-зоне появилась достаточно активная закупорка пор, то вот эта вот маска, она в принципе неплохо и неплохо на вас отработает.